Привет, народ! Новостей сегодня будет немного, но обещаю вам, что большинство из них реально интересные. И начать я хочу с первого важного объявления. Стоимость криптовалют падает с каждым днём. Всего за сутки эфир упал на 16%, а за неделю на 26%. Биток тоже скатился на целых 22%. А любимая криптовалюта Илона Маска, Доккоин, вообще потеряла больше трети своей стоимости. Майнеры, конечно, сейчас от всего происходящего вообще в шоке. Но мы с вами, обыкновенные пользователи, остались только в плюсе. Я уверен, что где-то 9 из 10 людей сейчас реально радуются, потому что появился небольшой шанс, что к концу года стоимость видеокарт снова станет адекватной. И это был бы неплохой новогодний подарок. Компания Xiaomi похвасталась тем, что на данный момент больше 2 миллионов пользователей всё ещё пользуются стареньким Xiaomi Mi 6. Но ещё круче то, что прямо сейчас 184 тысячи людей пользуются смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S из далёкого 2012 года. OnePlus тоже решила козырнуть цифрами. Правда, вот вышло всё не так эффектно. Их OnePlus One, который продавался в далёком 2014 году, всё ещё пользуется 300 активных юзеров. Да, согласен, как-то прям совсем стыдно. Лучше бы они вообще не показывали эти цифры. Это мало. Тем более, мы не знаем, как именно люди ими пользуются. Смотрите, вот такой вот фокус. Это Lenovo Catrinode. Ему очень много лет. И он чон только у нас не пережил. И мы по сей день пользуемся им каждый день. Но используем его в качестве замены Wi-Fi-свистка для компьютера. То есть, это вообще не показатель. А последняя новость в нашем разогреве напрямую касается компании Google. Во-первых, вчера утром сервисы поискового гиганта внезапно дали сбой. Многие пользователи по всему миру начали получать сообщения об ошибке приложения Google. А самым надёжным и эффективным решением оказался откат до старой версии. Ну, либо просто подождать пару часов. А во-вторых, топ-менеджеры Google один за другим покидают компанию, потому что они недовольны стильным руководством её главы. И это на самом деле большая проблема. Они считают, что Сундар Печай попал в типичную ловушку крупной развивающейся компании, которую называют парализующая бюрократия. Это когда большая компания панически боится провалов, и поэтому больше не стремится изменить мир. Теперь в приоритете просто удерживать позиции на рынке. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия считается деструктивной. Я с этим не просто согласен, но даже горжусь тем, что говорил об этом ровно два года назад в одном из наших выпусков. Когда Сергей Брин и Ларри Пейдж окончательно покинули стены компании, а Сундар Печай был назначен на пост генерального директора, я сразу же сказал, что теперь Google станет максимально скучной компанией, и от неё не стоит ждать смелых решений. Как вы видите, я был прав. И мне кажется, из-за этого прямо сейчас стоит подписаться на канал. Вот, двигайтесь вниз по странице, там будет красная кнопочка подписаться, и рядом с ней колокольчик. Давайте, я в вас верю. А сейчас реклама. Продолжение следует... Ссылочка в описании, а я продолжаю. А теперь всего одна, но очень тревожная новость о смартфонах от компании Samsung. Вы знаете, да, что в последнее время я очень часто критикую Xiaomi за их прошивки. Тем временем, смартфоны от компании Samsung, они остаются как бы в тени, и мы о них вообще не говорим. Но, вы знаете, там тоже не всё сладкое. В целом, если говорить о последних новинках компании Galaxy A52 и A72, судя по комментариям в нашем телеграм-канале, люди довольны этими смартфонами. Но, это новинки. А как обстоят дела с более древними устройствами? Буквально на днях компанию завалили жалобами пользователи бюджетных моделей. Galaxy M30s, M31, M31s, A50, A50s и A51. Владельцы этих смартфонов говорят, что смартфоны начали жутко тормозить, а иногда даже перезагружаться. И самое интересное, что от этой проблемы не лечит даже сброс до заводских настроек. Я же хочу лично от себя дополнить этот список моделью Galaxy A72, которой прямо сейчас активно пользуется наш монтажёр Сатоши. Кстати, вчера мы отмечали его день рождения. Если хотите, можете поздравить его в комментариях. Так вот, как раз вчера он сделал запись экрана, которую вы сейчас можете наблюдать. И это уже не в первый раз. Работает нормально, потом начинает вот так вот дико глючить. Это никак не лечится. Проходит какое-то время, и он снова начинает работать нормально. Что-то в этом году халтурят все. Xiaomi, Samsung, Google вчера дал сбой. А про Apple я вообще молчу. А хотя, почему молчу? Давайте прямо сейчас переходить к рубрике Apple Fail. Там тоже много всего интересного. Ах, Apple, моя любимая Apple. И дальше продолжает заниматься промывкой мозгов пользователей, заочно зарабатывая ордена своими планами на будущее. На недавнем саммите Тим Кук заявил, что к 2030 году их продукты будут полностью производиться из вторсырья. Таким образом, компания хочет ассоциироваться с самым «зелёным» в кавычках брендом на рынке. И вроде бы планы правильные. Согласитесь, рано или поздно все производители должны прийти к этому. Но когда в качестве примера и первых шагов к озеленению привели отказ от зарядных устройств, мне снова стало дико смешно. Как будто компания перестала продавать зарядные устройства отдельно. Интересно, каким образом оригинальные блоки питания Apple попадают в страны Европы и той же Америки? Дайте-ка я попробую угадать. Доставляют самолётами? Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь. И кто-то там что-то говорил о нулевом углеродном следе? Боюсь представить, что компания будет выдумывать в 2030-м, чтобы превознести себя выше конкурентов. Наш iPhone полностью производится из торсырья. Но отдельно нужно будет докупить материнскую плату, модули связи и процессор тоже в комплект не входят. Думаю, первые громкие речи в этом направлении мы услышим на презентации iPhone 13. Или же смартфон будет называться по-другому, потому что цифра 13, она ведь чертовски стрёмная. Похоже, вопрос задали жителям США. И вот как они проголосовали. Только 26% опрошенных за такой нейминг. Остальные либо боятся цифры, таких, кстати, немало, почти каждый пятый опрошенный. Либо хотят iPhone 20, 21, 14 и так далее. Мы же с вами как-то поднимали эту тему. И я ржал с названием болезни. Три-скай-дейка-фобия. И на самом-то деле вряд ли смартфон назовут iPhone 13. Потому что если 20% потенциальных покупателей откажутся от покупки новинки тупо из-за цифры, зачем его так называть? Если можно выбрать любое другое название. Меня больше удивляют люди, которые боятся цифр. А может быть это относится только к фанатам Apple? В таком случае я задумаюсь над тем, чтобы переименовать наш канал в 13 News. Ладно, шучу. Мы тут рады всем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости из мира технологий. Э-э-э-ой. Наверняка вы слышали байки о том, что айфоны имеют самую мощную защиту в мире. Которая не под силу даже американским спецслужбам. И больше всего мне нравится история, что Apple не предоставляет доступ к личным данным преступника даже после официального запроса. Все во благо конфиденциальности. Прямо захотелось купить себе айфон. Надеюсь, пацаны не забыли поставить на фоне американский гимн. Жаль, что весь кайф обломали хакеры из Бразилии, которые поставили взлом айфон на поток. Причем, когда вы услышите схему, вам станет вдвойне смешно. На улицах орудуют ребята на велосипедах, которые выхватывают айфоны у прохожих. После их передают хакерам. А те мало того, что обходят защиту разблокировки. Так потом еще умудряются обойти защиту банковского приложения. То есть, главная цель злоумышленников не продажа айфона, а деньги на счетах пользователей. Вот вам и хваленая защита iOS. Короче, держитесь подальше от Бразилии. Хотя, можете не бояться, у вас ведь андроид. Не успел я пару дней назад раскритиковать Poco F3, да и Xiaomi в целом за их MIUI 12.5 и халатный подход к выбору комплектующих для смартфонов, как в сети появилась первая информация относительно будущего Redmi K50, он же Poco F4. Представляете, как быстро? Смартфону всего-навсего 4 месяца, а компания уже заговорила о следующем поколении. Если быть точным, глава бренда задал вопрос пользователям. Чего они ждут в Redmi K50? Разумеется, большинство топили за улучшение камеры, мощности быстрой зарядки и все в таком духе. Меня рассмущает, что никто не написал о датчике приближения. Такое чувство, что люди думают жопой. Если что, опрос был среди пользователей в Китае. Известный же информатор Digital Charge Station тоже высказался на этот счет. По его мнению, будущий флагман получит более качественные дисплеи, камеру и быструю зарядку. Вот честно, Кэп, лучше бы дал совет Xiaomi реализовать беспроводную зарядку в младших флагманах. Мне кажется, это гораздо полезнее более быстрой зарядки по проводу. Но, судя по всему, вряд ли ее завезут. Потому что производитель ясно дает понять, что для него в приоритете именно быстрая проводная зарядка. По последней информации из Поднебесной, ее теперь будут пихать везде. Причем речь идет не о 33 ваттах и даже не о 50, а о сотке. Даже в бюджетном сегменте. Первопроходцем стал Redmi Note 10 Pro для рынка Китая, который получил поддержку 67 ватт. В будущем цифры будут только расти. По заявлениям того же информатора Digital Chat Station, будущий Redmi Note 11 вполне может получить быструю зарядку мощностью 100 ватт. Как вам такое заявление? А вы думали, что смартфон будет развиваться в каком-то другом направлении? Тю, наивный. Быстрая зарядка – это ведь самое важное. Но это если говорить о совсем ближайшем будущем. Так-то в сети недавно появился довольно интересный патент компании. В описании которого речь идет о зарядке аккумулятора смартфона при помощи звуковых волн. Как это будет работать? Речь идет о док-станции, обладающей генератором акустических колебаний, который способен настроиться на одну волну со смартфона. Далее звуковые волны будут преобразовываться в электрический ток, который пойдет на восполнение энергии аккумулятора. При этом сама док-станция подразумевает использование различных преобразователей для получения энергии из окружающей среды. Например, это вполне могут быть солнечные панели. Согласитесь, звучит довольно круто и интригующе. Но проблема заключается в том, что пока это только теория. У компании нет даже прототипа. Поэтому, возможно, мы никогда не увидим это изобретение. А если увидим, то очень не скоро. Пока это все больше напоминает какое-то приспособление из фильма фантастики. Кстати, возможно, Xiaomi когда-то действительно будет снимать что-то подобное. Ведь она открыла свою собственную киностудию. Да-да, не удивляйтесь. Xiaomi запустила компанию Creator, в рамках которой будут отбираться фильмы разных людей, снятые на камеру мобильного телефона. А уже дальше, в рамках студии, проекты получат вторую жизнь. Впрочем, пока конкретных планов по видеопроизводству еще не объявлено. Интересно, а видеоматериалы должны быть отсняты исключительно на смартфоны Xiaomi? Если да, тогда, возможно, это очередная попытка бренда заполучить бесплатных бета-тестеров. Я уже представляю эти кадры. Я актер! А напоследок, я как всегда отобрал для вас отборнейшую дичь. Надеюсь, вы не забыли, как пару недель назад я рассказывал вам о Джеффе Безосе. Если вкратце, мужик решил покинуть пост главы компании Amazon и на старый след уйти в отрыв. Например, уже через месяц он планирует улететь в космос вместе со своим братом. Так вот, теперь Джефф Безос стал звездой петиций. Например, сотни тысяч людей подписались под разными петициями о том, чтобы не пускать Безоса обратно на Землю. Потому что нашему миру не нужны миллиардеры. В одной из петиций Безоса вообще назвали злым повелителем. А заодно приплели масонство, рыцари-тамплиеров, чипирование и тотальное порабощение нашей планеты. Постепенно Джефф Безос стал мемом. И люди теперь просто с него прикалываются. Например, недавно появилась петиция, которая обязывает Джеффа Безоса купить знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и съесть ее. Просто потому что он может себе это позволить. Кстати, под этой петицией подписались 11 тысяч человек. Не менее абсурдные вещи сейчас происходят и с дефицитом процессоров. Сейчас, чем жирнее заказчик, тем быстрее он получит свою партию чипов. Но всякие мелкие фабрики находятся далеко в конце списка. Поэтому для выживания им приходится идти на крайние меры. В Гонконге банда преступников ограбила грузовой автомобиль, который перевозил микрочипы на склад логистической компании. Причем, помимо микропроцессоров, там были и новенькие PlayStation 5. Но злоумышленники даже не обратили на них внимания. Им нужны были только процессоры. Продавать такие чипы на рынке не получится. Поэтому, вероятнее всего, это был заказ какой-то небольшой китайской фабрики. Вы вообще представляете, какая жесть сейчас происходит? А вот вам еще одна дичь, тоже из Китая. Там произошла просто шикарная сделка. Два скина оружия в CSGO были проданы при личной встрече за 775 тысяч долларов наличными деньгами. Вы только вдумайтесь, чуть меньше миллиона долларов за две картинки в старой игре. И все это потому, что на каждом стволе нарисовано по четыре очень редких наклейки. Причем, я надеюсь, вы понимаете, что скины не дают никакого преимущества в игре. Это просто наклейки, внешний вид и все в старой игре. Мне кажется, мир сошел с ума. Друзья, у меня на этом все. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Участвуйте в нашем розыгрыше смартфона Poco F3. Подписывайтесь на телеграм-канал Андропрайз. И да пребудет с вами Андроид. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok